Всем привет, мои дорогие! Подошел к концу октябрь месяц, и это значит, что я с вами сегодня поделюсь своим самым любимым и сокровенным, покажу вам свои фавориты, которые меня радовали больше всего. Очень извиняюсь, что я не выходила с вами на связь, точнее в инстаграме. Те, кто на меня подписан, знают, что я приболела, к сожалению, и у меня просто не было сил снимать, зато я очень много всего использовала, что меня поднимало настроение. Первое, что я хочу вам показать, это самая теплая и согревающая вещь, которая спасала меня не раз на улице, это шапка от фирмы Ферц. Вообще, насколько я знаю, это российское производство, и полюбилась мне эта шапка не за красоту, не за цвет, она супер объемная и супер греющая. У меня первая такая шапка, потому что в основном все, что сейчас можно найти на рынке, не содержит в себе шерсти, ну, точнее содержит, да, ну, какое-то минимальное количество. И ты выходишь на улицу, а у тебя как будто, ну, это аксессуар, да, то есть уши продувает насквозь и заболеть, ну, не составляет большого труда. Поэтому хочу обратить ваше внимание на такие шапочки. Увидела ее в одном из шоурумов, в который я ездила для статьи, называется Be Trendy Wear. То есть я не знаю, где они еще продаются, но наверняка их можно будет найти в интернете. Если я найду, я обязательно оставлю ссылочку внизу, либо оставлю ссылку на магазин, где я ее увидела. В общем, она офигенная. Это все, что я скажу. Давайте я еще покажу вам ее на себе. То есть она объемная, сейчас, в принципе, это модно. Там были и другие цвета, оранжевый цвет. Мне тоже очень понравился, но я решила выбрать что-то более скромное, потому что почти вся верхняя одежда, зимняя и там осенне-весенне, у меня черного цвета, что я собираюсь обязательно исправить. Показывала сыворотку от Biore, которая мне безумно понравилась. И есть еще такие салфетки для снятия макияжа. Это то, что меня спасало уже не раз, особенно когда я делаю какие-нибудь креативные макияжи, типа для Хэллоуина, да. Именно мицеллярную воду Biore, которая здесь тоже идет в составе, смывать не нужно. И она настолько комфортна для лица. То есть ее разработали специально такой, что лицо остается после этого увлажненным и кожа абсолютно комфортная. Конечно, можно найти что-то более бюджетное, но если вам нужно экспресс снять макияж, да, и не идти потом умываться, то я советую вам все-таки присмотреться к этим салфеткам, там в поездки их брать. Просто, чтобы потом у кожи не было стресса и не появилось лишних прыщиков. Все-таки салфетки для снятия макияжа нужны именно для того, мне кажется, да, чтобы быстренько стянуть в себя макияж. Если там, ну, совсем нет сил, пока в категории всяких средств для снятия макияжа, для меня это марка номер один. Кстати, в Японии он тоже первое место занимает. Следующий мой фаворит, это патчи под глаза. Честно говоря, я никогда даже подумать не могла, что они могут настолько спасать ситуацию, когда совсем все плохо. Вот, у меня еще есть сейчас остаточные явления, да, после болезни, и я не очень хорошо выгляжу, буду честна перед вами. Вот, и я сегодня, и вчера, и до этого тоже делала эти патчи, и просто моментально кожа разглаживается. Ну, вот в буквальном смысле слова. Конечно, если у вас какие-то крупные мешки генетические, наверное, они вас не спасут, но в плане увлажнения, мелких мимических морщин, вообще 100%, мне кажется, даю вам гарантию, патчи гидрогелевые. Они идут такого черно-золотого цвета, не буду сильно переворачивать банку, думаю, вам и так видно. Просто там налиют жидкий состав, которым это все пропитано, и он может вылиться. Знаю, что многие жалуются, что этот состав подсыхает со временем, ну, и, соответственно, патчи тоже начинают высыхать. Так происходит не у всех, думаю, что спасение не отрываете до конца защитную пленку, которая здесь идет сверху. Ее нужно приклеивать, прикреплять обратно, когда закрываете патчи, и затем можно закрывать крышку. Так просто будет намного надежнее. Также здесь идет в коробочке такая пластиковая лопатка. Патчи сами по себе скользкие, и вы можете их порвать, пока будете вытаскивать, либо вообще-то намучаетесь, да, пока это сделаете, это достаточно сложно. А лопаточкой очень легко их подцепить. Вообще, марка называется Petit Fii, и это корейская марка. В общем, я вам очень советую эти патчи. Кстати, заметила одну такую штуку. Ну, вообще, в принципе, да, в России обычно все зарубежно, и стоит где-то в среднем в два раза дороже. Так вот, получилось, я заказывала эти патчи сайхерба. Там они стоят, по-моему, 700 рублей, а на пудре 1600 за точно такую упаковку с таким же количеством. При том, что вы отдаете 700 рублей за 60 патчей, то есть, ну, понятно, что мы на два глаза их используем. То есть, вы такую баночку используете за 30 применений. Если вы знаете в среднем цены на патчи, то я думаю, что вы уже положили их в корзину, пока я рассказываю. Потому что это, там, Skin Island, по-моему, я смотрела, 3000 за одну пару, что ли. Ну, в общем, какая-то безумная была цена. Помню, что я передумала их сразу покупать. Следующий мой must-have, просто я не могу каждое утро. Для меня теперь обязательная процедура, да, что я иду к чайнику и завариваю себе этот чай. Он бесподобный. Я вам, в принципе, показывала уже подобный чай, тоже сайхерба, жестяных банках. И марка та же, да, но я решила заказать еще, там, штучек пять, чтобы был какой-то презент, когда мы в гости ходим, да, чтобы не с пустыми руками. Потому что выглядит она очень престижно. Ну, естественно, до гостей не дожили они. Когда я открыла эту упаковку, я поняла, что с ней я больше не расстанусь. У нее какой-то, я не могу вспомнить десерт, который мне напоминает этот чай. Знаете, это, по-моему, ну, не пралине он называется. Это какой-то сливочный десерт с цедрой. По факту я такие десерты не люблю, но чай, ну, он космический. Здесь черный чай, натуральный ваниль, фрукты и цитрусовые. Ну, на самом деле, это нужно просто пробовать. Если вы доверяете моему вкусу, то тоже советую сейчас же бежать на iHerb, пока там перед Новым годом все не разобрали. И я загорелась идеей найти какую-то интересную замену Tangle Teaser. То есть я от него не отказываюсь, просто у меня и так уже есть три расчески от этой марки. Я их очень люблю. Но хотелось протестировать, что сейчас есть на рынке. Я на Интершарме купила еще две. Одна сделана из резины, и мне ее продавали как супер нечто потрясающее, что она лучше Tangle Teaser. Я вам покажу ее как-нибудь в другой раз, потому что я не принесла. Но она мне не понравилась. Да, она вроде как справляется со своей задачей, как и любая расческа расчесывает волосы. Но она выдирает половину. И причем она не просто их выдирает, она еще и обламывает где-то на середине. У меня был опыт с еще одной расческой. Так звучит. И затем на выставке американских брендов, такая тоже проходит в России, по-моему, впервые была в этом году, там было очень много интересных марок. Если на Интершарм я прихожу и уже глаз как-то не цепляется, да, то есть в основном все марки уже более или менее мне знакомы. Либо я что-то тестировала, либо читала, то на выставке с американскими брендами все было намного интереснее. Очень много марок, которые только завозят в Россию, да, и в таких местах просто ищут своих дистрибьюторов. Марку Rich я тоже где-то встречала. У них такой логотип в виде короны. Никогда ничего не пробовала. У них масла есть, тоже уход за волосами. И я увидела у них тоже расчески. И там пока люди тоже подходили, девушка на стенде рассказывала все там про эту марку, про расчески. И говорила, что вот они действительно в Америке сейчас борются там с тенгл-тизером. Не знаю, насколько это правда, но, в общем-то, я оценила уже эту расческу на себе. Во-первых, главное отличие, что здесь есть ручка. И намного удобнее даже такой расческой справляться. Компактные версии я тоже люблю, потому что их удобно бросить в маленькую сумочку. Они туда помещаются, там крышка есть. Но эти расчески мне даже на данный момент нравятся больше тенгл-тизеров. Вообще ни одного волоска мне не обломало. Конечно, часть волос, которая должна вычесываться каждый день, влазит там 2-3 волоска, но не больше. И вот честно, мокрые волосы мои, ну, тенгл-тизер не вытирает. Но все равно, как бы, ты аккуратненько, долго начинаешь расчесывать. Эту расческу я просто, вот, как бы, закутываю волосы, или, как сказать, да, ну, опускаю. И вот протягиваю вниз, и у меня спокойно все прочесывает. С ней этот процесс легче и проще, и мне на данный момент она нравится даже больше. Поэтому могу вам ее посоветовать. Я ее брала там, но ее, насколько я знаю, можно купить в Эльдепоте. Кстати, вот интересный факт, пока я искала, где ее еще можно найти. Там почему-то написано, что это исконный итальянский бренд. Естественно, на выставке американских брендов мне говорили, что это американский. Я еще этот вопрос повыясняю. Но, в общем, ссылочку внизу тоже, как всегда, оставлю. У меня мама, все время рассказываю про свою маму, наверное, ей гордо это смотреть. Мама, привет! Всегда говорила, что, типа, вот, потрогай мои ножки, какие они гладкие. Знаешь почему? Потому что я использую жесткие мочалки. А я с детства, в принципе, придерживаюсь этого правила. Нашла такую мочалку, да, она специфическая. То есть она вот, забыла, как называется этот материал жесткий. Но у меня есть щетки массажные специальные. Тоже я их покупала для борьбы с целлюлитом, да, для профилактики. И я увидела такую, это, получается, перчатка. Вы ее надеваете на руку и затем растираете свое тело. Ей намного удобнее, чем такими длинными массажными щетками с ручками себя прорабатывать. То есть вы чувствуете свое тело, можете где-то больше надавливать на какие-то зоны, где-то меньше. И кожа просто после нее бархатистая. Я вам очень советую, если у вас есть проблемы с вросшими волосками. Если у вас просто волосы, когда только начинают расти, жесткие. Если какие-то пупырышки на коже, прыщики и так далее. Просто используйте жесткую мочалку. Ни у меня, ни у мамы таких проблем нет и никогда не было. Поэтому у меня всегда гладенькая кожа. Вот это вам такой домашний лайфхак. По-моему, это все сегодня, что я хотела показать. Я даже удивлена, что я так быстро закончила. Я уже, по-моему, очень сильно соскучилась. Поэтому провела бы с вами побольше даже сегодня времени. Напишите, как у вас дела, как у ваше самочувствие. Возвращаюсь к старому ритму. Будет два видео в неделю, как и было раньше. Всех очень люблю, целую. Хорошего настроения вам и здоровья.